Структура туристской отрасли Структура туристической индустрии включает индустрию развлечений, транспорт, питание, размещение, деятельность туроператоров и турагентов. Транспорт – это круизы, самолеты, автобусы, автомобили, железные дороги. Проживание – это отели и мотели, гостиницы, конференции и встречи при гостиницах. Питание – рестораны, кафе, бары и прочее. Отдых и досуг – игры, парки, развлечения, аттракционы, музеи, выставки и прочее. Туроператоры – это туристские предприятия, разрабатывающие туры. Бывают инициативные, то есть те, кто отправляет туристов за рубеж, и рецептивные, те, кто принимает туристов внутри страны. Турагенты – предприятия, реализующие туры, разработанные туроператорами. Глобальные компьютерные сети, системы бронирования и резервирования, сайты туроператоров и турагентств. Индустрия туризма охватывает много отраслей экономики. Все эти отрасли делят, состоят они на типичные субъекты индустрии и нетипичные субъекты туриндустрии. Давайте поговорим о них. К типичным субъектам туриндустрии относят предприятия, размещение, то есть курорты, гостиницы, отели, пансионы, транспортные предприятия, туристские фирмы, то есть туроператоры, туристские агентства, экскурсионные бюро и бюро гидов, рекламно-информационные туристские учреждения, То есть рекламные агентства, рекламные бюро, информационные агентства, ассоциации и государственные органы по регулированию развития туризма. Это у нас комитеты и департаменты туризма, это общественные туристские организации и объединения. Это у нас были типичные субъекты туриндустрии. Что же такое у нас нетипичные субъекты туриндустрии? Это предприятия, производящие сувениры, спорттовары, товары для отдыха, те, кто осуществляет организацию развлечений, оказывают какие-то страховые услуги, услуги по оформлению виз и прочее. Все туристские предприятия можно классифицировать на первичные, вторичные и третичные. Итак, классификация турпредприятий. Первичные – это те предприятия, которые предназначены непосредственно для обслуживания туристов. То есть это санатории, пансионы, турбазы и так далее. Вторичные турпредприятия – это предприятия, которые предназначены для обслуживания преимущественно туристов, хотя их услугами могут пользоваться и местные жители. Например, в городе есть какое-то предприятие общественного питания. В них могут кушать как приезжие туристы, так и обычные люди, проживающие вот в этом городе. Это могут быть какие-то культурные заведения, например, дом культуры какой-то в провинции. Это вторичное туристическое предприятие, то есть им пользуются и местные жители, ходят туда смотреть концерты. Также что-то там можно сделать и для туристов. Далее, третичные турпредприятия – это, как правило, предприятия, которые предназначены для обслуживания местных жителей, но ими могут пользоваться и туристы. То есть больше для обычных жителей, но ими могут пользоваться и туристы. Ну, например, это общественный транспорт в каком-то туристском городке, почта, какие-то супермаркеты и так далее. Давайте вкратце пробежим для закрепления. Туристская индустрия включает транспорт, проживание, питание, отдых и досок, туроператоров, турагентов, глобальные компьютерные сети. В индустрии туризма бывают типичные субъекты туриндустрии, а бывают нетипичные субъекты туриндустрии. Все турпредприятия можно классифицировать на первичные, вторичные и третичные. На этом наш с вами билет «Структура туристской отрасли» закончен. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube, или поставить лайк этому видео. До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами об особенностях правовых и деловых отношений между субъектами туристской деятельности в России. Продолжение следует...